правильно распределять свое время ресурсы силы значит я скажу просто значит нужен график мы когда думаем про силы про время еще мы как-то понимаем график на самом деле мы и силы и ресурсы они тоже идеально могут ложиться в график постоянно вас раздергивают разные всякие информационные поводы мелочи кто-то позвонил тот что сказал кто-то написал где-то что-то горит надо бежать туда делать и так далее то есть вы все время находитесь в состоянии когда вы не заняты конкретным делом и ваши ресурсы они распыляются но если вы в графике своем жизненном вот как у детей график детей учат графику и там подъем чистить зубы там то есть опять и там дальше внесено все просмотр мультика выполнение домашнего задания там прогулка завтрак обед ужин все внесено в график а взрослые вносят в график только встречи какие-то обязательные мероприятия мы слишком находимся агрессивной середе нам не дают ни на чем сконцентрироваться если у вас написано там с 18 до 19 отдых и конкретный отдых то есть вы будете просто сидеть и медитировать у вас четко вы все и время и силы вы распределите понимаете а если у вас будет надо будет сегодня помедитировать и даже вы целый день еще думаете когда вам это получится что у вас тут а потом уже сели не отключили телефон и вам голос выше говорит не он бомбом понимаете катастрофа ужас так не работа поэтому давайте как маленькие дети вернемся собственно говоря графику от подъема до заката все распределите все свои активности на что вы потратите время и когда вы будете в соответствующем находиться временном слоте полностью отдавайтесь этому живите этим до полную катушку и не позволяйте по каким факторам вас отвлекать от именно этой деятельности и чем мы вы там все лучше раздробить и тем у вас будет по результатам дня ощущения правильности его прав прожития